Начали перепоить ножки вот этот аудюшный, вот этот BMW, BMW круглосечения Audi прямоугольного, также поменял две лампочки, одна на подсветку, другая на контрольную лампочку дальнего света, и здесь я габарит поменял, черная, BMW кстати на ауди по цветам, зеленые 2 ватта, оранжевые 1,1 ватт, черный 1,2, зеленые тоже синие 2, не суть, кстати вот на баме тоже по такому же принципу, сделано все, вытаскивается отдельно, тут он были такие вот ножки не пропаянных, поудергивал, здесь три ножки выдернул, тоже здесь не прям пай, все шевелится, наверное ножки облужу, чтобы они потолще были, мне кажется лучше, чуть тоньше чем вообще никаких, также я пропаял все клеммы, вот этот провод, он здесь уже тоже отвалился, паяль походно на паяльную кислоту, она через примерно год съедает всю медь, все отваливается, уже неоднократно пробовал на своем логане, сейчас наверное еще канифоль цитоном смоем, уж не буду, вот здесь клеммы тоже я наверное, вот эти то ли перемычки, то ли что, трогать не буду, здесь вот на двух клеммах тоже не пропай, сейчас вот эти вот все облужу еще раз, вот эти вот бегатки я трогать не буду, не знаю работал нет, поскольку у меня микроскопа нет, а так не выражен глазу я не вижу, здесь перемычка стоит или, вот такими вот козельками тут паяли, здесь сейчас все пройдусь так, по новой, с канифолью, все будет четко, кстати вот на всей плате, включая вот эти вот на этой фишке требуемые ножки и плюс еще одну, которая не пропаяна, один из контактов я насчитал, ну еще здесь вот на спидометре перемычку поставил, и третью ножку пропаял тоже, также брал колхозный карбон, поскольку в панели уже вклеили стекло, у нас суперклей пришлось вот изнутри все поддевать, вытаскивать, так все я тут пропаял, все ножки, все контакты, здесь две ножки поменял, одну пропаял, по желтой фишке я уверен на сто процентов, по этой не очень, здесь вот как бы перемычки нет, она стоит, здесь вот как перемычка должна быть, но на это два контакта, они на эти вот, горизонтальные, поэтому не знаю, осталось поставить панель на автомобиль, сейчас я ее подсобирую, и уже проверить будет работать или нет. День следующий нашел вчера в интернете вот такую схему панели, то есть хорошо видно, что стоит пять перемычек вдоль, точнее вертикально, шесть, здесь у меня только четыре, то есть вот здесь перемычка должна быть, вот эти вот две, вот эти две здесь пропускается, потом вот здесь вот должна быть перемычка, то есть вот видно, что здесь козюлька и здесь вот контакт, была перемычка ее иголкой, как бы перебили, вот такую херату тут сделали короче, кстати вот товарищ на драйв 2 я все нашел часа через два, все подробно тут расписал со всеми пинами, вот видно хорошо по фотографии, все перемычки, которых тут нет, и вот эти вот два контакта, на которых вот этот козюлька, то есть вот эти вот три контакта, они должны вот так вот перемыкаться, то есть вот эту вот перемычку срезали какую-то, вот эту вот перемычку здесь вот иголкой убрали, сейчас я сделаю все по фотографии, и думаю, что будет все работать, ну кстати, теперь верну, все вот так вот сделано, точнее все расписано, куда какой контакт с какой фишки идет, то есть пятый и восемнадцатый контакт, это как раз вот этот и верхний, то есть контроль тут какой-то идет и четвертый, у них тоже как бы, вот этой буквой Г спаяна, как вот на вот этой фотографии, то есть по описанию вроде как все должно быть, как на фотографии. Сейчас по фотке я все перепаяю, только вот не такими шлепками, перемычками здорового человека, то есть у всех болезнь, рано или поздно сгорает вот эта вот перемычка, точнее дорожка, и еще как бы в самом спидометре и одометр часто не работает, потому что там сточуется какая-то шестеренка, но все потом вон, чтобы все работало, сейчас я перепаяю, я уже соберу панель, как бы паял тут все, согласно фотке, как все получилось. Буду надеяться, что сами фишки клеммы не переставляли. Так, тем временем поставил я радиатор, не стал я подушки покупать, подложил тут полоски резины с камерой, так, сюда забил чопик пока сосны, поскольку вот эта крышка у меня потекла, но это не из-за кислоты, а здесь вот такие раки, она из них просто ржавчину вымыла, кислота и все вытекло у меня, вот так сочилось маленько, здесь еще одна дырка была, вот эта раковина, пытался я тут запаять, запаял, она где-то сверху дриснул еще, короче, такие вот затычки привезут сегодня, сегодня 24 июня, поскольку я пока в деревне, сберу я их завтра, сейчас пока чопик вставил, сейчас буду включать панельку, посмотрим, будет работать или нет, хочу прокатиться. Так, еще, что по машине, вот этот вот шланг, на вакуумник тоже он был, рваный, сейчас я его найду покажу. Так вот шланг, весь он порванный, когда сняли тряпшную изоляцию, весь он дриснул, то есть был подсос воздуха и вакуумник работал некорректно. Вот этот шланг я снял с БМВ, с Александрской, кстати, на шланге здесь стальные жилы, ну, то есть ножом его срезать нереально, пришлось резать ножом, потом пассатижами выгрызать там, выламывать проволоку, сейчас все нормально. свечи я прочистил, были они все в говне, сейчас держу-ка работает стабильно, даже на минимальных холостых, это где-то около 400-500 оборотов. Так, здесь я подкрасил, подварил, сейчас все стоит жестко. Вакуумник тоже подкрасил, кстати, штуцер на бачке сломан, пока я вот такой шланг, фортерский, с первого форда фокуса поставил сюда, вот так он хорошо заходит, но он по размеру толще, поэтому поменяю бачок, поставлю другой шланг, ну, типа вот такого, с требовательной изоляцией. Кусок штуцера, то есть все здесь словно, и тут конец вардиатора входил, у нас пермаклей какой-то был с алмазом, так стоит вардиатор, он будет еще вот этот конец вывести на левый бачок, вывести место, сейчас попробую завести, подключить панель, смотрю, работает, что нет. И так по-прежнему, так он здесь не работает, работает только датчиками топлива, температура, по-моему, тоже не работает, часики работают, только не вижу, подсветки есть на панели, нет, не знаю почему, мне кажется, что панель тут мертвая, надо еще раз ее разобрать, посмотреть, возможно, в самих приборах что-то отвалилось, если нет, то оставляем все так. Чопик, кстати, не протекает, что нормально, разбух, ближайшее время поставлю затычку, что интересно, вот тут ржавая, она почему-то не течет, и с другой стороны тоже, вот эта более-менее нормально вся протекла. Так, на сегодняшний момент стрелка спидомит расшевелится, километр аж не идет, походу там шестеренки, кранты. Так, загорелся мне вот эта подсветка, кстати, реостат работает, вот я крючу, все работает, хотя я вот тут никуда не подсоединял, ладно, так не работает тахометр, дометр не считаете километраж, и не работает датчик температуры бензиновый. Зажигание выключило, стенка падает. Так, 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 так. Походу надо опять разбирать. Погнали? Ага, акаи! Пушка-гонка? Ага, пушка-гонка. Ага, пушка-гонка. Алили! 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 Поехали. Ага. Алили. Там. Поехали. Ага. Ага. Ошелка! Я жил я! Нет, нет, вон на ту, на ту. Нет, не другую, другую. Вон, нет, 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 вон справа, справа. да но вот на эту вот на эту на эту очень значит случилось ребра ослаждения по этому кожу швыркают генератор на него подбить думал пашня выскочили но и дорогое дело ничего тут не задевает больше дим пушка гонка мощность гонял да гонял да ну че взводи направо хворачивай и потом еще направо газу, газу, газу сломала вот 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 глушак Панель опять надо разбирать, напоследок я тут полгов Все сопли собрал, на этом тут мои полномочия, как говорится, все Остался узнать, в чем не работает тахометр и датчик температуры